Наталья Александровна Беренкова К сожалению, действительно, сейчас не послушали мы про Муктаду Ассадра, потому что хотелось немножечко больше практики, а я верну всех вас опять к теории. А по, ну скажем, таким катеретизированием на тему различных швидских религиозно-политических деятелей, вот, а по докладу Руслана Шакировича, мне, кстати, вот тоже откликнулось, что действительно, как мне кажется, у исследователей, может быть, даже со времен Иранской революции уже есть какое-то такое немножечко фокус на том, что маржа, они оказывают прямую, прямое какое-то влияние там большое, да, на политику определенных и за ними как-то следят, но сейчас это все постепенно уходит к каким-то именно частным, национальным или общинным интересам в разных странах, вот, в Ираке, в Ливане и так далее. Ну, это такой небольшой комментарий, но я хочу поговорить о как раз теориях по поводу государства глазами швидских улемов 20 века. И хочется сказать, что в последние десятилетия очень много было сказано, написано о кризисе государств и наций, да, которые сложились в 20 веке, и о том, сколько конфликтов было вызвано вот этими границами постполониальными. Тем не менее, они до сих пор существуют, и мне стало интересно, как для себя определяли эти государства, их легитимность, швидские улемы 20 века, которые были свидетелями создания, формирования этих государств, и как они представляли себе государства, основанные на исламе, и существование другими конфессиями, религиями, вообще в принципе. Но для начала хотелось определить бы рамки. Я ограничиваюсь арабскими государствами, регионом Машрика, и речь пойдется скорее об области их соотношения исламского управления и тех государств, которые получились в итоге, которые сейчас мы знаем. И я беру более историческую перспективу, то есть тех некоторых, но важных, с моей точки зрения, улемов, каких деятельностей которых пришелся на вторую половину 20 века. То есть на этом основании хотелось бы сделать некоторое обобщение. И естественно, чтобы не выходить из регламента, я не буду приводить многочисленные их примирительные цитаты по поводу того, что ислам – это религия, мир, и все должны решать проблему диалогом. Их действительно очень много, то есть в дискурсе, в их выступлениях, проповедях и работах этого на самом деле очень много. То есть не упоминая это, мне хочется сказать, что этого нет. То есть это действительно есть. Отметим, что многие современные концепции, которые получили распространение среди шильских ученых, они, в общем-то, транснациональны и распространяются на сферу как внешней политики, так и внутренней. Так, например, вот эта вот идея перманентной борьбы Мустадафуна и Мустагбаруна, угнетателей, угнетенных, да, которая получила распространение. Идея эта имеет в основном экономические корни, то есть общество внутри государства разделено на своеобразные классы – бедных и богатых. И ислам всегда на стороне бедных, да, вне зависимости от их религиозной принадлежности. И, соответственно, чтобы чего-то достигнуть для себя, своей общины или вот этого класса, с которым человек себя ассоциирует, он должен действовать более глобально, создавать своеобразный, ну, можно сказать, интернационал. Тут, конечно, причудливо переплетаются распространенные в середине XX века идеи социальные справедливости, различные социалистические взгляды, вот с этой швидской риторикой. В последние 20 лет, наверное, большее распространение получил дискурс мукаома, сопротивления, который своими идейными корнями уходит в 60-70-е годы швидского возрожденчества и, в общем-то, является переформатированным вариантом вот этого, вот этой борьбы, да, угнетенных угнетателей. А лингвистическими, в общем-то, является таким достаточно важным швидским символом, так как Мам Камени в своих речах говорил, что обязанность каждого мусульманина восставать, то есть приям против королей, которые, ну, в основном угнетатели и угленицы. И, в общем-то, сам Махди, сам Умам Махди будет хаим, то есть он восстанет, встанет. И нужно отметить, что мукаома часто идет рука об руку с какими-то исламскими иниверсалистскими идеями вне зависимости от вероисповедания. Алимы говорят, что мы выступаем против обмитения, колониализма и дальше по списку. Также вот здесь хочется отметить, что, например, ливанский алим Мухаммад Хусейн Фадлала еще во времена зарождения Хизбулды в 80-е годы говорил именно в этом контексте, что сопротивление Юга Ливана – это не исключительно какой-то там местный, шлифский, палестинский вопрос, это исламский вопрос, и мусульманские страны должны его поддерживать, то есть вне зависимости от принадлежности их к шиизму или сунизму. В общем-то, несмотря на то, что такие глобальные идеи, они достаточно популярны, и многие проекты, которые были в результате осуществлены на шиитской идентичности, они часто начинались как вот такие глобальные масштабные проекты, но в конечном итоге так или иначе склонялись к такому здоровому национализму. И, имея это в виду, обратимся к уровню национальных государств. Мне кажется, развитие политического активизма и желание вообще включить исламскую компоненту в политическую современную жизнь развивалось в двух направлениях. Во-первых, это внутренняя логика развития шиитского, сулитского направления и в ответ на влияние какой-то внешней среды и событий XX века. По внутренней логике это известный идеал государства для этого направления, что самым правильным государством является государство во главе с праведным имамом, потомком пророка и имама Али. И, в общем-то, фигура имамы – это сочетание такого эзотерического понимания религии, то есть имам обладает особым знанием, как ему интерпретировать священные тексты. Но в отсутствии этого имама руководство на себя берут алимы, улемы, которые, в общем-то, трактуют текст, то есть могут в современных условиях терроризировать по поводу того, как развивается общество. Ну, в общем-то, естественно, если мы говорим о религиозных деятелях, то принцип необходимости жить по соответствии с исламскими нормами, очевидно, не вызывает дискуссий, различаются в основном только видения управления, и некоторый контекст тоже влияет на взгляды ученых. Фактором, который оказали влияние на то, что алимы начали обращаться к этому вопросу в 20 веке, это можно выделить следующие. Вы их видите на экране. Во-первых, это переход от Османской империи колониального периода к национальным государствам, это антиколониальное движение, это развитие средств коммуникации, которое позволило еще больше глобализировать шрифскую религиозную мысль, ну, естественно, мы говорим о шрифском мире. И большую роль, конечно, в то время сыграла конституционная революция в Иране, когда возникли дискуссии уже на тему принципа совещательности, противопоставления деспотического конституционного. Появляются тогда идеи о контролирующем органе, состоящем из улемов, которые бы отслеживали в соответствии с шариатом законодательством. Вот, например, ярким представителем этого в те времена был Мухаммед Хусейн Эйни. Также большое влияние оказали распространение материалистических идеологий, коммунизма, социализма и, конечно же, подключение широких масс-политиков в 20 веке, которые, собственно, как мы сейчас видим, иногда свои интересы, скажем так, перетягивают вот эти движения, эти партии, которые, может быть, изначально могли апеллировать к каким-то идеям, основанным на религии. Возможно, в силу длинной истории оппозиции власти, при этом относительно независимости от нее, в основном швейцкие богословы сходятся в реалистическом подходе, то есть есть идеал, но рационально признавать и существующие нации. У них есть границы и какая-никакая национальная общность и история. Из этого, например, исходил Мухаммед Бакерассадр. Упоминавшийся мной ливанский алим Мухаммед Хусейн Фадлала исповедовал более коммунистский подход и не видел даже религиозной необходимости создания большого исламского государства. С его точки зрения, это было возможно только во времена пророка, когда общность мусульман была не такой большой, а сейчас слишком большие размеры исламского мира. И наоборот, даже вот это разнообразие, оно полезно для, в общем-то, уммы. Конечно, какой-то национализм такой сильный этих государств, он разделяет единую умму, но если руководствоваться принципами невмешательства мусульманских стран в дела друг друга и арбитража со стороны квалифицированных судей, то, в принципе, можно руководствоваться таким своеобразным принципом, что демократии не воюют, значит, мусульманские страны не воюют. То есть можно будет находить какую-то общую базу для своих действий. И глядя на середины XX века, большую опасность, чем какие-либо межрелигиозные разногласия или угрозы со стороны других религий, представлялась алимом все-таки иностранное вмешательство и распространение атеизма и секуляризма. Поэтому здесь есть общий консенсус в том, что в то время алимы должны играть большую роль в жизни общества и не очень большое значение иметь, какую форму принимает это государство, пока оно соглашается с исламскими принципами и позволяет улемам осуществлять свою деятельность, как минимум лидерскую, богословную и судебную функции. Вот нужно сказать, что, например, Бакерасадр выделял в соответствии с этим три типа государства. Это региональные на основе географии – дауляль-клиния. Это национальные на основе народа – дауляль-каумия. И это идейные – дауляль-фикрия. Как раз исламское государство основано на исламской идентичности. Поэтому исламское государство будет именно принадлежать вот к этому третьему типу, потому что ислам – это модель всеобъемлющего устройства общества и, в общем-то, значение имеет только идентичность, принадлежность к этому обществу. В принципе, такой взгляд разделяли не только шииты, но и суниты, например, молдуди. Поэтому те, кто желал возвращения ислама в жизнь людей во второй половине XX века, большее внимание уделяли не системе устраивства этого государства, а изменению общества и реисламизации жизни. И поэтому, например, Бакерасадр выдвинул вот несколько типов исламских государств также, которые могут быть называться исламскими. Во-первых, это то государство, которое полностью воплощает все исламские принципы, но это, естественно, идеал, который существовал во времена пророка и имама Али. Нужно полностью быть покорным этому государству, этим законам, то есть это идеал. Второй тип – это государство, где не все законы основаны на исламских принципах, но знающие Арифа, Алима обладают возможностью объяснить эти принципы тем, кто не обладает таким знанием, причем как облеченным властью, так и нет, а также давать рекомендации в политических и общественных сферах. Покорность такому государству требуется, даже если иногда принимается властью какие-то ошибочные решения. И государственное законодательство полностью противоречит исламских принципов, решения принимаются каким-то деспотическим образом, но мусульмане все еще могут работать в правительстве, в каких-то администрациях и тем самым делать шаги на пути к справедливости, сглаживая вот этот вот, скажем так, такой деспотизм. Нужно принимать такую систему, пока есть возможность вести исламский образ жизни и продвигать его публично. Если это уже становится невозможным, тогда, в общем-то, нужно выступать в оппозиции и менять это общество. Ну вот известно, что для такой работы в оппозиции Бакера Садр был, в общем-то, у истоков партии Далла. Но было и другое направление в то время. Это, например, так называемые шаразисты, последователи Мухаммеда Шарази, его, скажем так, ученики, считали, что концепция политической партии заимствована Запада, поэтому исламистские партии, в принципе, невозможны. Единственная допустимая форма политического активизма это как раз маржаия, то есть харакат и фукаха аль-мараджи, то есть те, кто... Исламские факии. И если Бакера Садр, в принципе, признает любые формы администрации, то, например, Тахель Мудариси отрицает, например, избранные какие-то органы. То есть он не в целом против принципа Шуры как такового, но с его точки зрения, если избирается законодательный исполнительный орган, то это может привести не к установлению какого-то божественного суверенитета, а просто к правлению народа. И, как я упоминала, контекст во многом определял взгляды шиитских факихов, особенно пестрым, естественно, в конфессиональном отношении, наверное, можно назвать Ливан, и эта среда значительно повлияла на мнение али-махтанжистов, живших, так, например, о Фадалале можно говорить как об исламском и коменистке, есть интересный такой факт, что в 1967 году, когда был создан Высший Исламский и Шиитский Совета, до этого шиитская община, в общем-то, подчинялась суннитскому муфтию, таких религиозных вопросов административных, он выступал против этого, и с его точки зрения формирование этого органа именно раскалывало общину, то есть раскалывало мусульманское единство. И основные религиозные и политические ливанские лидеры так или иначе проповедовали, естественно, существование христианами, при этом находясь в оппозиции тому, что они тогда называли политическим эринитизмом, то есть политическое доминирование одной конфессии над другой. Интересно, что тот же Факлала считал, что верующие христиане предпочли бы исламское государство атеистическому, и если, в принципе, христиане готовы жить в либеральном или коммунистическом государстве, то им никакой проблемы не будет жить в коммунистическом исламском государстве. Почти в том же ключе выступали, изображенные на последнем слайде, Муса Садра Мухаммед Шамсаддин, более умеренные ливанские деятели, с их точки зрения государство не должно быть основано на крайних формах секуляризма, которые предполагают левые материалисты, и необходимо находить вот эту общую базу какого-то диалога. Таким образом, существующая конфессиональная система, она также должна быть упразднена не из соображений какой-то светскости государства, а чтобы добиться справедливости для граждан любого вероисповедания. Но в целом, мне кажется, что в этом взгляде больше прослеживается политическая какая-то линия и такая стратегия политической сдержанности для поддержания баланса и защиты интересов конкретной общины, шиитской, конкретный исторический период, чем какие-то богословские теоретизирования. То есть это скорее такой популизм. В частности, Шамсиддин, например, говорил, что на Ближнем Востоке преобладают две основные группы. Это арабы, включающие мусульманы и немусульманы, и мусульмане, включающие арабов и неарабов. И шиит являются частью обеих этих групп, и поэтому могут способствовать вот этому диалогу. То есть у него была такая дискурсивная уловка. И, в принципе, деление на общину он допускал только уже в контексте культуры, но не в политическом смысле, потому что в этом случае появляется угроза не только вот этого политического маринетизма, с которым они боролись, но и политического шиизма, который препятствует в результате национальной интеграции вот данной конкретной страны. В целом, как мне кажется, исторические шиитские традиции, особенно в части независимости управления общинными делами и соблюдения ритуалов, в целом приводит к большей такой адаптивности и терпимости к различным формам устройства государства. Поэтому нельзя сказать, что есть какая-то одна линия. И при этом положение исламского меньшинства часто толкало шиитских халимов изучать, например, суницкие мосхавы. Некоторые даже стараются свою аргументацию приводить исключительно на основе каких-то общеисламских принятых источников, именно для того, чтобы иметь возможность рассуждать в терминах универсализма. И в целом, в основном, эти теории достаточно равнодушны к устройству самого государства, лишь бы возможность управления делами общины, она была у них, у лемов, у Макши Тахлид, была возможность управления религиозными делами, потому что в целом они достаточно в этом плане уже сформировали такую независимую систему от любого государства на протяжении вот этой вот своей длинной истории. Наверное, я на этом закончу. И если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Большое спасибо. Очень интересный во всех смыслах доклад. И, конечно, давайте мы не обойдемся без вопросов. Илья Николаевич, вы были первым. Пожалуйста. Да, спасибо большое за доклад. Интересно. Я хотел спросить. Я где-то читал, я не могу даже сейчас сказать, что якобы Алих Минии, даже он на момент, когда его назначили Рахбаром, он еще не был, вот именно Марджи, так что называется. И из-за этого даже пришлось менять к институции. Вот, которая была принята после Исламской революции. Вот, к вопросу о том, вот и Руслан, в частности, тоже говорил о важности вот этих званий. Вот, вы могли бы это прокомментировать? Это верно или это ошибочно? Ну да, 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 был такой факт. Но действительно, как мне кажется, в целом, как бы политическое, когда нужно принимать решения, вот в данный конкретный момент и в, не знаю, в Ираке, в Иране, в Ливане, где угодно, оно все-таки берет верх. То есть какая-то рациональность, да, поведение вот этих вот лидеров, потому что они все равно, их деятельность всегда можно подразделить на политическую, ну, условно, да, на политическую и на религиозную. Вот, и если в тот момент, как бы, как я понимаю иранскую историю, да, в тот момент именно целесообразно было, то есть элите вот иранской, именно избрать этого человека, да, и там ему достаточно быстро его, по-моему, повысили до нужного ранга. Вот, в целом это не создало какую-то проблему. Сколько-то лет, по-моему, прошло после того, как умер предыдущий Маршин, что-то такое. Ну, я точно деталей тоже, честно говоря, не очень помню. Я вот буквально где-то читал и забыл, вот даже не знаю, правда нет. Спасибо большое. Да, это так. Спасибо. Руслан Шакирович, пожалуйста. Да, спасибо большое. Наталья Александровна, замечательный абсолютно доклад. У меня возникло два вопроса, я постараюсь их сформулировать, чтобы это довольно четко было. Ну, первый вопрос, он связан все-таки вот с тем, что можно вас попросить профектировать конкретно про меньшинство, вот в рамках того, как видят шиитские ученые свой, значит, не миропорядок, ну, например, там у них там вы выделили три направления, что у нас есть региональное государство, национальное государство, и мыслительное государство, я не знаю, государство-философ, значит, на современную шиитскую манеру. Так вот, где вот в этой истории место меньшинства, то есть иудейские, может быть, христианские общины, или там, если не неконфессиональных общин, допустим, кордов и так далее, есть ли что-то подобное в теоретизировании шиитских ученых, где они вот говорят, что вот на такую там долю власти имеет право там христианин, такую долю власти там, иудеи и так далее. Вот в этом контексте есть ли что-то проектировать. И второй вопрос, значит, вы говорили про примат власти религиозной и политической для шиитских ученых, имея в виду, что, допустим, ваша цитата, значит, шиитским ученым неинтересно особо политическое устройство самого государства или общества. Вот вопрос связан с тем, а где здесь, когда место для их властвования над системой действительно ли не было там религиозных лидеров, да, шиитских ученых, которые такие. Вот я вам еще и покажу, как обустраивать политические процессы, политическую систему. Тем более, что мы с вами знаем, что на самом деле было. И один из них не только придумал эту систему, но еще и реализовал жизнь. И получилось, что получилось сегодня в современном районе. Я говорю о Хамине, что он не только теоретик власти и властвование, создание политической власти, но и как бы вполне себе реализатор этой истории. Вот у меня вот два таких вопроса. Спасибо большое. Так, начну, наверное, с первого. Нет, нет, со второго. По поводу конкретных идей. Нет, конечно, на самом деле были и до Хамине идеи, каким образом должно организовано быть вот это вот, скажем так, государство. Когда я говорила о том, что не всем интересны именно структуры, это было по отношению к тому, что суть получилась. Ну вот что есть, то есть. И с этим мы имеем дело. И в основном действительно получалось так, что им приходилось реагировать на некоторые исторические события. Я упоминала, вернусь немного в историю, я упоминала Конституционную революцию в Иране, когда как раз первые стали появляться идеи о том, каким образом может быть условно демократическим или конституционным включены шиитские деятели, шиитские религиозные деятели в управление государством. Тогда как раз появилась идея о том, что вот Совет можно создать, который бы именно проверял на на соответствие нормам шариата, все, что эти политики там придумают в парламенте или где-либо там в другом месте, то есть если это не парламентское управление. Вот. То есть каким, скажем так, вот каким образом мы можем, ну то есть мы религиозные деятели можем включиться в это и это проверять, конечно, по этому поводу были рассуждения, да, но когда я формулировала таким образом свою мысль, я имела в виду, что с чем мы можем иметь дело, да, то есть с чем мы можем работать, что мы можем признать условно государством, которое нас бы достаточно удовлетворяло, ну там на минимальном уровне хотя бы, вот. И в общем-то здесь требований как бы не очень много выдвигалось в этом плане. И как раз именно наверное вот на этом национальном уровне появляется как раз внимание именно к местным каким-то проблемам, потому что именно местный контекст потом уже может диктовать, да, вот как, например, ливанский, вот, то есть местный контекст, там местные условия гражданской войны, да, можно диктовать определенному религиозному действию, каким образом ему поступать. И также иракский контекст, да, там после 2003 года, ну то есть, ну как мне кажется, я не специалист по Ираку, но как условно сестани приходилось решать некоторые вопросы, то есть некоторые свои, скажем так, фетвы именно в ответ на какие-то политические события, просто чтобы не было хуже, вот, то есть принимать решения как политика, а не как богослов, вот, и в этом плане у них такое двойственное получается, получается такое двойственное положение. По поводу меньшинств я пыталась найти какую-то действительно какую-то теорию, вот, но в основном это все ограничивалось именно какими-то общими заключениями о том, что в принципе мы не мы как бы за свободу вероисповедания, мы не принуждаем меньшинство принимать там ислам именно в нашей форме, сунниты такие же мусульмане, вот, но какой-то такой четкой теории даже у кого я называла, я не обнаружила, то есть в основном это такие просто, ну, скажем так, достаточно популистские утверждения, да, потому что в принципе из-за религиозных источников мы можем найти доказательства и тому и какому-то противоположному мнению, то есть поэтому они не концентрируют внимание на этом, концентрируют внимание именно на сосуществовании, каком-то диалоге, необходимости разговаривать, вот, но без конкретики. я надеялась найти, но не получилось. Спасибо большое, Руслан Шакирович, надеюсь, вы удовлетворены ответом на ваши вопросы, Алексей Викторович, пожалуйста. Да, Наталья Александровна, спасибо огромное за прекрасный, очень подробный, интересный доклад, у меня два вопроса, если позволите, первое, проводили ли улемы шиитские рассматривающиеся вами, принципиальную разницу между мусульманами в целом с одной стороны и немусульманами с другой, или просто через запятую, как бы, много конфессиональности, это значит, там, шииты, суниты, алавиты, христиане, иудеи, и так далее. Вот. И второе, это вот по поводу трех моделей исламского государства, я не помню, кого вы назвали из улемов, которые я ее выдвинул, то есть государство, в котором соблюдаются все нормы ислама, и третье, там было, если, я правильно помню, исламское государство остается исламским, даже если законы там принимаются противоречащие исламу, но мусульмане имеют возможность все-таки жить там исламской жизнью. вот в связи с этим не совсем мне, часто говорим, совсем понятно, каким образом, если законы противоречены исламу, которые принимаются, каким образом мусульмане могут жить исламской жизнью. Может быть, имеется в виду, что они частично могут, не полностью, а только в каких-то небольших, узких сегментах своей общественной жизни. И второе, насчет того, что решение деспотически имеется ли в виду диктатуры или имеется в виду такая вот мусульманская концепция, согласно которой, если кто-то правит не по законам неспособным Аллахом, тот является уже несправедливым тираном ваним. Ман-ля-ях убима анзалюллах уля-я-ка гума-далевун. Кто правит понимаете, если это в этом смысле имеется в виду, что решение принимается деспотическим путем. Спасибо. Спасибо. Отвечу на первый вопрос. Проводили ли принципиальную разницу между суннитами и другими? Да, проводили. Потому что как бы сунниты, они включаются в исламскую умму. То есть, если как бы с ними нет противоречий по множеству, вообще вопросов каждодневной религиозной жизни, например. А, естественно, иудеи и христиане это уже другая религия и с ними немного, ну, скажем, уже идет какой-то больше концепции существования, диалога, то есть какого-то просто обсуждения и нахождения хотя бы общей базы политической плане, да, то есть каким образом мы можем здесь вот в данный момент жить. Вот, по поводу трех моделей эти модели предложил Мухаммад Бакер Асадр, вот, когда исламское государство так, исламское государство называется исламским, если мусульмане там продолжают жить, они могут публично осуществлять как бы свое, публично называть себя мусульманами, за это им ничего не будет, то есть по факту они могут, ну, если так упрощать, если говорим о шиитах, да, они могут исповедовать свою религию, могут быть управляемы, ну, не управляемы, а как ученец, да, могут следовать вот этим улемам, которые существуют, которые, и этих улемов никто не преследует, да, то есть как раз в то время уже были некоторые предпосылки, когда начались конфликты как раз в Ираке у шиитских улемов с властями, вот, поэтому уже здесь появился как раз такой, ну, скажем так, когда мы можем это терпеть, да, а когда уже приходится всем мигрировать в Иран, кому-то уезжать, кому-то, кого-то сажают в тюрьму и так далее, то значит уже контекст меняется, и поэтому нужно организовать движение, которое будет выступать за то, чтобы установить уже более-менее приемлемый порядок в этой стране. Вот, по поводу диктатуры, да, здесь имеется в виду и как просто, ну, имеется в виду, да, зали муна, вот, то есть те, кто несправедливый, и в тот момент очень часто обращали свое внимание именно на шахский режим, да, что вот он один, да, и какие-то формы, вот, говорим позже, чуть-чуть позже про Ирак, это вот про режим Саддама Хусейна, да, что и тиран, он и один, и в принципе это накладывается все, то есть накладывается одна теория на действительность или действительность на теорию, да, то есть на вот этот термин, то есть применяют термин на самом деле очень достаточно свободно, но термин залим они, конечно, вот как раз к этому используют.